Кто нам поможет в сегодняшнем нашем расследовании? Матушка. Да. Зовем Матушку. Матушка Земля, Матушка Гайя. И наблюдаем ее приход. Не испытываешь тяжелое вздохнуть? У меня свежестью такое, знаете, повеяло. Да. У меня уже дух захватило. У меня дух захватило. Вот. Я прям так... Благодарим. Благодарим Матушку Землю за то, что она пришла. Хорошо. И задаем первый вопрос. Первый вопрос совершенно удивительный, девочки. Вот это как раз тот, к которому вы не готовы. Поэтому расслабляем свой мозг до состояния пластилина или жидкой глины. До состояния полной жидкости. Не позволяем ему напрягаться. Совершенно что приходит, то и хорошо. Не будучи вообще приверженцем ни разу и сопротивляясь всеми фибрами души тому, что сейчас называется, той парфанацией, которая сейчас называется астрологией. Я задаю такой вопрос. Подтвердит ли Матушка что? Планетарные аспекты. Звездные аспекты сочетания вот созвездий и так далее. В момент зачатия и в момент рождения человека. В какой-то степени предопределяют спектр заболеваний, которым будет подвержено его тело. Да или нет. Переспрашиваем трижды. Не точно задан вопрос. Хорошо. Задаю вопрос. Оказывают ли влияние планеты и созвездия в момент зачатия, например, ребенка? Оказывают ли влияние на спектр заболеваний, которым будет предрасположен организм? Да или нет? У меня дошло. Идет очень глубоко по уровням. То есть смотря на каком уровне еще. Но подтверждение идет. Вопрос содержит в себе очень много нюансов. Естественно. Естественно. А мы в подробности еще не лезем. Нам бы хотя бы понять, есть то, что я отрицала до сих пор вообще влияние. Никакой бы то ни был. То, что сейчас называют астрологией, это же действительно полная ложа и профанация. Это не имеет никакого отношения вообще. Ну, во всяком случае, это астрология, с которой мне приходилось сталкиваться. Даже натальные гороскопы. Ну, это прямо смеху подобно. Простите. Итак, получается, что в момент зачатия есть воздействие, есть влияние, есть... Хорошо. А в момент рождения? Да, Женя, скажи. Вот, мне моя Высшая Я транслирует, что когда душа идет на воплощение, она учитывает вот эти спектры влияния вот этих всех светил. Она подбирает вот эту точку, когда вот та или иная энергия будет иметь больше или меньше вес, грубо говоря. Спектр, спектр, который идет от одного или от другого. Ну, потому что каждый мы что-то излучаем, да, и так далее. Где-то излучается сильнее, где-то слабее. И вот она выбирает эту точку входа для того, чтобы проходить тот или иной земной опыт для воплощения. Понятно. Участвует в выборе. Вот так она идет. Понятно. Хорошо. Соответственно. Да, Оля. Мне она показала, вот когда прозвучал вопрос, что влияют звезды, светила и планеты. Такой как многомерный какой-то вот как геометрический. Прям как звездочки планеты и такой прямо многомерный, не знаю, как-то фигура. Это простроенные лучики от звезд, от планет, от между собой и влияние на точку входа человека. То есть в момент зачатия. То есть она как бы показала смысл такой, что все взаимосвязано. Когда, когда, где происходит зачатие и рождение, предопределено то же как рождение. То есть, ну это второй мой вопрос, как раз на момент зачатия влияет. А кроме того, на момент рождения. Это уже второй вопрос. То есть влияет на те же аспекты или на какой-то другой перечень аспектов влияют светила и планеты в моменте рождения. Женя. Они тоже оказывают влияние. Просто сейчас идет трансляция, что как раз на момент рождения, когда идет вот эта точка дохода, вот этого рождения. Сейчас сбивка происходит у многих. То есть как бы прицел идет на одно, а со сбивкой происходит. Это из-за того, что либо стимулирование идет родов пораньше, либо кесарево сечение из-за этого. Разные факторы вторжения. Как идет слово вторжение. Так. Вторжение по медицинским показаниям здесь на физике. И по медицинским интерферентов тоже идет, вот прям идет. Показывают даже не обязательно по медицинским, допустим, какой-то резкий испуг там или еще что-то. Ну, то есть вот разные виды стимуляции есть. Оля, есть подтверждение? Да, есть подтверждение. Вот знаете, как показали, как будто бы вот, так скажем, в темном космосе вот эти лучики, тоненькие нити взаимосвязи между планетами, светилами, звездами и самой душой в точке входа. Это как проект такой, связи вот этими нитями, да, тоненькими. Проект, время, место, условия. То есть все как задумка, как проект. Но к моменту рождения, вот то, что Женя сказала. Могут быть ввести на коррективы какие-то. Коррективы, именно разные условия влияют, разные аспекты. И слово, вот это сбой, сбивка, да, подтверждение. Хорошо. Хорошо. Ну, раз уж мы это выяснили, да. Давайте посмотрим вообще, матушку попросим показать. Да и Илья давайте позовем. Иль, отец, мы позовем тебя. Наблюдаем его, девочки. Видите, какой он пришел. Величественный. Потрясающе. Я прямо такой громадный, такой величественный пришел. Благодарим, Иль, что ты подошел к нам. Готов ли ответить на наши вопросы? Всегда, говорит. Хорошо. Вот я сейчас очень хочу, девочки, чтобы вы... А давайте попросим Илья, ну, показать нам, не скажу, весь космос, но хотя бы часть, чтобы мы правильно воспринимали в истинном облике звезды. Ну, вот сейчас какое у нас там созвездие рыбы, да? Царствует сейчас вроде бы на небосклоне по гороскопу. Рыба? Рыба. Хорошо. Итак, созвездие рыбы. Ну, и может быть, один, два, три планетарные нашей Солнечной системы, ближайшие планетарные присутствия. Можешь ли ты показать нам эти сознания, пригласить, чтобы мы их могли наблюдать? Сознание тех, кто имеет такие варианты воплощения. Воплощены именно вот таким образом. Это вообще возможно, девочки, что вы видите? Подрегулируйте, покрутите ручки, как он вам показывает? Показывает. Так. У меня идет сначала, я настраиваюсь, как будто вот с одной стороны, как-то они... Хочешь сразу все увидеть, услышать, все эти сознания, как будто как... Как хаотичное, вот, несвязанное что-то. А потом, когда с другой стороны начинаешь смотреть, оно начинает как-то связи простраиваться. Ну, хорошо, смотрим на звездочки созвездия рыбы. Шум разный. Звучание разное. Звучание разное. Танец разный. Как будто у каждого своя сольная партия, но в то же время очень интересный получается рисунок. Я это в виде хореографии воспринимаю. Да, вот то, если настраиваться на какую-то вот определенную, да, волну, звучание, то тогда идет вот хорошая такая гармоничная мелодия. Правильно, как будто каждый исполняет что-то свое. Хорошо. А если мы захотим познакомиться с кем-то из этих сознаний? Как вы это видите? Ну, я вижу, выступил один вперед. Мужская, причем такая, преобладание мужских энергий идет. У меня тоже мужские энергии. Мужчина такой вышел как бы вперед. Приветствует, кстати. И моя праздница его приветствовала. Я не знаю, как называются звезды. Это нужно, не знаю, астрономический атлас иметь под рукой. Ну, вот давайте тоже поприветствуем его и спросим, кто он. И пусть скажет, какое влияние лично он оказал, например, на Евгению, которая родилась под знаком созвездия рыбы. Оказывал какое-то влияние в моменте зачатия и в моменте рождения. По договоренности. Так, хорошо. А скажи, пожалуйста, вот разные же воздействия бывают, как бы кон полярности никто не отменял, да? Позитивное, негативное, все сплошь по договоренности. Или ты сам бываешь в каких-то определенных аспектах в какое-то определенное время. То есть позитивное или негативное влияние, может быть, оно зависит как-то. От чего оно может зависеть? Только ли от договоренностей? От времени суток, от дня, месяца, от угла, под которым свет созвездия твоей звезды падает на поверхность планеты Земля. От чего это вообще может зависеть? От каких-то физических условий или все-таки? Женя. Ну вот он показывает, что энергия дается в чистом виде, без плюсов-минусов. Нейтральная. Нейтральная. Вот изначально. Но обратная связь еще есть. Я, проживая, да, опыт с этими энергиями, сама, получается, привношу вот эти вот разностные потенциалы, плюс-минус, да, вот это вот. И он потом обратно тоже передается ему информация. И вот в зависимости от этого опыта, получается, и он насыщается этим же опытом. И вот это его состояние фактически зависит от такого информационного обмена. То есть это его доля участия в твоем воплощении, так ли это, я понимаю? Поддержка, да, идет. Но эта поддержка, она все-таки информационная, либо энергетическая. Ты же самодостаточное светосознание энергетически. Его влияние, оно в каком вообще спектре от и до? На что влияет он? Что привносит на самом деле? Ну хорошо, давайте так. Я схему просто вот сейчас, схема всплыла в голове. Герметизм, по-моему, это какое-то учение, герметическое учение. В общем, да и алхимия тоже. Утверждали, что разные созвездия, их 12, предрасположенности к заболеваниям тех или иных органов и систем, они по зодиаку располагаются сверху вниз. Итак, овен – это голова, телец – это шея, в области шеи какие-то могут быть предрасположенности или заболевания. А что касается рыб, это стопы, ноги, стопы, ног, буквально голеностопные суставы. В этом есть доля истины, да, или нет? Как это соотносится с проекцией человеческого тела? Опыт, земной опыт, масса свидетельств, говорит, статистика, как говорится, статистика утверждает, что это так. Что это может быть как сильным местом человека, так и слабым местом человека. И вот для тех, кто родился под знаком Овна, это область головы. Для тех, кто родился под знаком Оля, назови свой знак зодиака. Близнец. Близнецы. Но это в области груди, конечно, что-то там. У меня не идет подтверждение. А нет, даже не груди, а плечи. Нет такого подтверждения. Вот видите, развенчали один миф. Благодарим. Благодарим. У меня тоже подтверждения нет. У меня такое, знаете, шло, как вот это вот как раз вот этими догмами какими-то придуманными уведение от истины. Да, вот внимание от истины, конечно. Хорошо, благодарим. Благодарим сейчас за пояснение. Спрашиваем, хочет ли еще что-нибудь сказать нам. Да, сейчас он показывает, что в каждом воплощении мы нарабатываем свой опыт, вот привнося какие-то, ну, придавая энергиям какой-то новый диапазон или звезды, звучание, вот такое, да, идет. То есть энергия моя, но вот это мне больше все-таки идет на информационное наполнение. Вот оно помогает вот эти спектры различные в себе вот раскрывать, можно сказать, и получать вот этот разнообразный опыт. Понятно. Еще один вопрос у меня есть. Все-таки звезды одного и того же созвездия зачастую расположены друг от друга на громадных расстояниях. По сути, созвездиями мы называем плоскую картинку с точки зрения земного наблюдателя. Как ли это? Да. И на самом деле в космосе вот такого сочетания звезд, когда близко расположены звезды, вот они там вместе, они там дружат, такого не существует. Правильно я понимаю? Речь идет просто об астрономической геометрии, о том, как распространяются энергии, каких из них больше или меньше поступает на поверхность Земли в том или ином моменте бытия. Так ли это? Да. Хорошо. Да. И тем не менее, 12 зодиакальных созвездий, получается 12... А что такое эти 12? И 12 ли их? Ну, мне говорят, почему-то да, что это 12. Как 12 периодов, как 12 частей, которые плавно перетекают друг в друга, резкого такого отсчета нету, перескакивания нету, щелчка, как бы дом, влияние дома, как передача жезла власти показывают, как 12 семей или 12 спектров, или 12... Все-таки есть вот в этом что-то такое, как будто передается жезла власти, как 12 месяцев, да? Посох передавали вот эти вот месяцы друг другу. Спросите сейчас. Да, как силовые поля мне идет тоже. Вот. Влияние на... на конкретное вот это. Хорошо. Следующий вопрос. А по отношению к другим цивилизациям, которые воплощены за пределами Солнечной системы. То есть ваше влияние тоже вот таким же образом происходит, верно? То есть решение идет о том, что земная цивилизация такая прям, блин, уникальная? Он показывает, что он солнце, он светит всем в равной степени. Ну, все взаимосвязано. Сейчас мне как бы уменьшили эту картинку, чтобы я увидела в большем объеме все это, что до каких-то тел все проника... Оно все проникающее, но где-то сильнее, где-то то, что находится, как это, очень-очень далеко, оно тоже долетает, но меньше, может быть, воздействует. Там другие еще звезды есть. Хорошо. Еще один вопрос к этому светосознанию. Относительно скорости света в материальной Вселенной мы в курсе. Есть ограничения, за которые, в общем-то, скорость света не выходит. Однако же есть еще варианты излучения, которые имеют совершенно иные на взгляд земного наблюдателя немыслимые скорости. А как... Сколько времени уходит на то, чтобы твое влияние долетело, влияние, твоя энергия, твой мысленный посыл, либо энергетический посыл долетел до поверхности планеты Земля. Это происходит... Сколько импульс летит через космос? Он показывает щелчком пальцев моментально. Моментально, да. Вот. И показывает неинтересно, играет так сейчас, знаете, как коммета... как детская считалочка. Ментально, моментально. Ментально, моментально. Я сейчас переспрашиваю, а как... Вот то, что он говорил. Есть, просто есть определенные как фильтры в некоторых местах стоят вот таких для таких импульсов. И... Просто я спрашиваю, вот ты вот послышишь импульсы, везде, 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 все долетает, долетает. Он показывает, что вот есть как и закрытые шлюзы, да? То есть информация может как бы останавливаться в каких-то местах. Либо открытость полностью. с чем. Хорошо. Речь идет о каких-то игровых площадках, где есть шлюзы. Или о чем идет речь? Давайте про игровые площадки спросим. Он это имеет в виду? Или каждое светосознание устанавливает некий ряд фильтров, осознанно или неосознанно на принятие твоих энергий? Вот на это больше идет сейчас. Вот. То есть если есть какие-то внутренние запреты на принятие твоих импульсов, то это я называю шлюзом, да? Да, как заслонку показываю. заслонки. А у меня почему-то идет как, знаете, как вообще все это показывается как опять-таки множество тонких очень световых таких нитей от каждой звезды к светосознанию, то есть на Земле. И это имеет какие-то более тонкие ну такую составляющую, чем вот эта вот предопределенность по астрологическим каким-то вот временным каким-то таким вот вещам, что это вот на уровне как раз вот этого мгновенного импульса и почему-то идет не шлюзы, а как, знаете, как созвучие, то есть ну воспринимается тогда, когда когда есть сонастройка да, сонастройка светосознания допустим на планете Земля именно что-то вот ну вот это ну даже открытость да, вот к этому восприятию этого импульса. Хорошо. Если мы не знаем что содержит в себе твой импульс, то как нам открыться к твоему импульсу? Примарив доверие к самому себе говорит. А мне говорит, он показывает на высшую я, она знает? Да, да. Он прям сразу показал, она все знает, проверяете. Да. Понятно. Хорошо. Благодарим. Спрашим, хочет ли еще что-нибудь сказать? Благодарить нас. Благодарит. Благодарит. Хорошо. И вот все, кто пришел с ними, мы также, девочки, давайте нам остатая благодарность. И отпускаем. субтитры, спасибо. Продолжение следует...